Вот это у меня сковорода. Сейчас мы на этой сковороде будем с вами жарить пирожки. На понятных бытовых примерах, буквально на пирожках, Елена Попова объясняет школьникам, что такое экономические издержки и закон убывающей предельной полезности. Учитель экономики и географии с 20-летним педагогическим стажем уверен, сложную науку можно сделать понятной всем. С экономикой люди сталкиваются каждый день. Главное не зубрить правила, а развивать экономическое мышление. В наших учебниках, к сожалению, много теорий, которые не готовят детей к жизни. А вот через экономическое мышление я хочу, чтобы они были более активны, инициативны и более деятельности в этой жизни. Я, например, использую у себя деловые игры. Я считаю, что они более эффективны, потому что они не подразумевают заучивание длинных текстов. Свой мастер-класс по нестандартным методикам преподавания показали шесть самарских учителей, финалистов городского этапа конкурса «Учитель года». В Самаре конкурс профмастерства среди школьных педагогов проводится 11 лет. И, как уверены члены жюри, будет жить еще долго. Здесь не ставят цели выявить лучшего учителя. Конкурс «Новое вдохновение. Обмен опытом. Источник оригинальных педагогических решений». «Это возможность не только поделиться опытом, но и раскрыть в себе какие-то другие новые потенциальные возможности. Не только в профессиональной деятельности, но, может быть, и в качестве каких-то внутренних, личностных таких потенциалов». Стать «Учителем года» все больше стремятся педагоги молодые. Их среди конкурсантов большинство. Всего же в этом году 34 самарских учителя представили свои заявки на конкурс. Помимо профессионального жюри, свои симпатии высказывают и дети. Лидеры образования Самары назовут на торжественной церемонии в марте. А все призеры городского конкурса посоревнуются за звание лучшего учителя региона. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.